Это постковидная реальность. Спустя почти год с начала пандемии, россияне ставят в приоритет себя, свою семью и свою жизнь, что и определило повестку президента. Практически 75% всего выступления было посвящено проблемам внутренней политики, проблемам на региональном уровне. И действительно, то, что Алтайскому краю сегодня требуется, это поддержка федерального центра. Все ждали поддержку школьников, и мы ее получили. Все школьники в этом году получат помощь в подготовке к школе, 10 тысяч рублей, это важно. Но и семьи, в которых воспитываются дети из неполных семей, в сложной жизненной ситуации, они также будут получать дополнительные выплаты. Размер выплат для мам и отцов-одиночек почти 5,5 тысяч рублей. Помогут и нуждающимся беременным, вставшим на учет. Больничный по уходу за ребенком теперь составит 100% от зарплаты. Татьяна Ильиченко назвала это системной поддержкой материнства и детства. Я думаю, что президент то, что говорит, он же говорит осознанно, он понимает, что в перспективе, как будет выглядеть экономика. И мне думается, что ресурсы у нас есть, и они немножко векторы были показаны. А в вузах страны дополнительно появится 45 тысяч бюджетных мест, большая часть в регионах. Приятные бонусы ждут и экономику. Поддержки инфраструктурных проектов такими вот кредитами, долгосрочными, проценты небольшие, для того, чтобы развивать инфраструктуру. Это проблемные темы, это дороги, это жилищно-коммунальное хозяйство. Есть темы, которые особенно для нас важны, это туристические объекты. Укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области. А с учетом ресурсов инфраструктурных кредитов, новый импульс получат целые туристические кластеры. Например, регионы центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца. Нам нужно сейчас не о какой-то большой стратегии международной политики говорить. Нам нужно сейчас региону посмотреть, где нам эти проекты выкристаллизовать, предложить федеральному центру и начать активно их реализовывать. Внешней политике Путин уделил немного времени в конце выступления. Хотя заявлений на эту тему, говорят политологи, ждали многие. А по итогу слово президента вышло коротким и простым. После послания того года, когда был дан старт конституционной реформе и реформе государственного аппарата, ждали все. А Путин говорил о простых рабочих вещах, которые имели отношение просто к текущей деятельности правительства, губернаторов и всех остальных вещей. С этой точки зрения это слабое послание. Но это мог допустить только человек, который уверен, что он говорит те вещи, которые будут выполнять. А значит в этом году существенную поддержку получит и медицина. Речь идет об оснащении больниц и увеличении автопарка в селах. Чтобы несмотря на пандемию, к 30-му году россияне жили в среднем 78 лет. Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком.